Похолодало, приходится на футболочку курточку одевать. Утром вообще пипец как холодно. Здравствуйте, друзья. Хочу ответить на некоторые вопросы. Перешли в более тихое место. Продолжим. В свое время Алексей Алексеевич Кадочников сказал такие фразы. Человека невозможно научить. Человеку можно только помочь научиться. Планку той высоты, которую хочет достичь человек, он устанавливает для себя сам. И такая фраза от Алексея Алексеевича прозвучала. Когда к нам приходит человек, мы сначала стараемся убрать у него его стереотипы. Так вот о этих стереотипах мы поговорим. Представьте, что у подножия горы собрались некоторые люди, некие люди, которые хотят сделать восхождение. Кто-то пришел с холодильником и сказал, что я знаю, что продукты пользуются, и холодильник просто необходим. Кто-то пришел с многотомником всемирной энциклопедии и сказал, что знания нужны и необходимы. Да, кто-то сказал, что я занимался до этого акробатикой, классно стою и хожу на руках, буду делать восхождение вверх ногами. Допустим, женщина пришла и сказала, у меня красивые ноги и упругая ягодица, я поэтому буду делать восхождение в мини-юбке, чтобы окружающие видели мои красивые ноги, а те, кто идут сзади, видели еще мои упругие ягодицы. То есть о чем это я хочу сказать? Каждый пришел с багажом своих стереотипов, своим предыдущим жизненным опытом, своими понятиями, своими определениями, со своими знаниями. И не всегда тот багаж, с которым они собрались в путь, будет им в помощь, а иногда и будет просто мешать. Мешать не только им, но и, скажем, занимающейся группе. К примеру, человек, который переполнен своими знаниями, у него какая-то большая эрудиция. Я из своего опыта вам говорю, да? И он, когда тренер, я что-то говорю в группе, что-то рассказываю, даю какие-то объяснения, он обязательно вставляет свои какие-то там слова, вот, то есть дополняет меня. И не всегда правильно, но он-то, что это получается? Посмотрите на меня, посмотрите на меня, какой я умный, посмотрите на меня, какой я ерудиный. Алло, я здесь, обратите на меня внимание. То есть такой человек, он в этот момент не только сам не учится, не берет информацию, он мешает это делать другим. Человек пришел с какого-то там, допустим, акробат, да, который там на руках хочет восхождение делать. То есть человек пришел со своим каким-то спортивным прошлым, со своим спортивным опытом, когда он получил какие-то там двигательные навыки. И он понимает, что ему в его двигательных навыках, те, что он получил на предыдущих там какие-то занятиях своих, с каким-то спортивным видом, каким-то видом спорта или каким-то единоборством, мне суть важно, он получил там какие-то двигательные навыки, ему удобно в этих двигательных навыках, и он их принес сюда. А мы ему говорим, мы так не работаем. У нас немножко все по-другому, у нас другие принципы. Неудобно на руках идти, на гору. Ну я же вот там вот на руках ходил, и меня все хвалили. Но это было там, здесь немножко по-другому. Мы здесь идем естественными шагами, идем в естественном положении тела. Как пример, да, девочка там в этой мини-юбке, то есть она переполнена собою. Посмотрите, какая я классная, или посмотрите, какое я классная. Посмотрите, как я умею. А посмотрите, какой я накачанный и сильный. А посмотрите, какой я резкий. Посмотрите, какое я здоровый. Посмотрите, как я классно могу думать. А какой я умный. То есть когда человек приходит переполненный собою, туда что-то всунуть очень тяжело. И избавить его от этих стереотипов порой очень тяжело. Это его родное, оно к нему прикипело. И он держится на это. То есть он за это. Он выстраивает стену между тобой и собою. То есть между своим мозгом и тренером. Как в свое время Алексей Алексеевич сказал, самое трудное в тренерской работе, это работать с мозгами человека. А когда человек оказывает еще противодействие, явное или неявное, да, то есть вообще тяжело пробиться. И к некоторым людям надо пробиваться годами, поверьте мне. А те люди, которые пришли к восхождению, да, пришли на доверие к тренеру. Пришли мотивированные, уже знают, что они хотят. И для чего они это хотят. И эти люди более обучаемые. То есть, ну все рано или поздно научатся. Ну у всех путь к вершине. Тренер показывает короткую дорогу. А человек говорит, нет, я сначала там 50 раз вокруг горы оббегу, рассмотрю ее с разных сторон. А потом еще выберу самый труднодоступный склон. А потом еще буду на этот склон там усиленно карабкаться со своими там какими-то всемирными энциклопедиями, холодильником и в мини-юбке. Хорошо, когда человек приходит с чистого листа. Хорошо человек, когда приходит непереполненный собою. Хорошо, когда человек приходит и готов брать знания. Иногда голова человека мешает ему. Я же умный, я же все знаю, я же все понимаю. Ему говоришь, делай раз, делай два, делай три. А он там запускает у себя в голове какие-то фильмы. И у него там он в конечном результате уже воюет с группой противников. Там враги крадутся к нему по всем азиму. Там я знаю, что говорю, у меня были такие ученики. И с ними тяжело работать, их тяжело сбить на волну. Ну хотя бы вот возьми и просто повтори. Один, два, три. То есть вот такой вот алгоритм. Собака пришла. В общем, о чем это я говорю, ребята. Китайцы, как когда-то сказали, в полную кувшину свежей воды не нальешь. Иногда надо избавиться от чего-то старого, чтобы получить новое. И не держаться за это старое, если оно мешает вам осваивать тот или иной вид какой-то деятельности. Или займитесь другим родом деятельности, если вы не хотите расставаться с теми вещами, которые не работают в этой системе, мешают обучению и не способствуют вашему прогрессу. Поехали дальше. Я хочу этому научиться, я могу этому научиться. Я знаю, как этого достичь. И я делаю для этого все. На ближайшей моей тренировке более плотно разберем фразу «я знаю, как этому научиться». Так что до тренировки, ребята. Продолжение следует...